Всем привет! Вы на канале Кулинарием с Викторией. Добро пожаловать! Сегодня готовлю торт на день рождения. Шоколадный торт с шоколадными бисквитами, кремом чиз, прослойкой из красных ягод и шоколадной глазурью. Тортик получается очень вкусный, прост в приготовлении и понравится всем членам семьи. Гости будут просто в восторге. Для приготовления бисквита нам понадобится яйца, мука, сахар, молоко, шоколад, сливочное масло, разрыхлитель и сода. В емкость отправляю 200 грамм сливочного масла, 200 грамм черного шоколада и 200 миллилитров молока. Все это нужно растворить на небольшом огне, регулярно помешивая. Это можно сделать при помощи микроволновой печи, короткими импульсами по 30 секунд, либо на водяной бане. Делайте тем способом, которым вам удобнее. В другую емкость выбиваю 3 яйца. К яйцам добавляю 230 грамм сахара и хорошо перемешиваю венчиком. Миксер для приготовления этого бисквита не понадобится. К яйцам с сахаром добавляю растопленную шоколадную массу и еще раз перемешиваю. В 200 грамм муки добавляю щепотку соли, 11 грамм разрыхлителя и пол чайной ложечки соды. Перемешиваю и просеиваю в заранее замешанную массу. Бисквит готовится очень быстро. Полное количество ингредиентов для бисквита и для торта я вам оставила в описании под видео. Перемешиваю до соединения всех ингредиентов. Смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Тесто для бисквита готово. Вот такое примерно по консистенции должно оно у вас получиться. Подготавливаю формочку. У меня это разъемное кольцо диаметром 20 сантиметров. Форму тщательно уплотняю фольгой. Такие коржи легко крошатся, получаются насыщенными, мягкими, поэтому я советую запекать вам два коржа в отдельных формочках. Затем смазываю форму сливочным маслом и немного присыпаю мукой. Лишнюю муку я стряхнула и переливаю тесто в форму. Выпекаем корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 40-45 минут. Через 30 минут приготовления можно открыть духовку и проверить деревянной шпажкой. Шпажка должна быть сухой. Затем даю бисквиту немного остыть, заворачиваю его в пищевую пленку и убираю часа на 4 в холодильник, чтобы он отстоялся и его было легко нарезать. Бисквит у меня хорошо отстоялся в холодильнике. Нарезаю его на 3 равных коржа. Намечаю линию отреза и с помощью нитки разрезаю вот таким образом. Мне так удобно, посмотрите, какие красивые насыщенные шоколадные коржи получились. Приготовим крем-чиз для торта. Для этого нам понадобятся маскарпоне, сливки и сахарная пудра. В емкости смешиваю 500 грамм маскарпоне. Маскарпоне можно заменить любым другим творожно-сливочным сыром типа Филадельфия. Добавляю 200 миллилитров сливок и 50 грамм сахарной пудры. Все хорошо взбиваю миксером в течение 4-5 минут до загустения. Маскарпоне и сливки должны быть очень-очень холодными. Вот такой по консистенции должен у вас получится крем. И подготавливаю ягодную основу. У меня в этот раз 500 грамм замороженной клубники. Клубнику нарезаю напополам. Также подойдут любые другие фрукты или ягоды, например, малина, вишня, смородина, бананы, манго. Все на ваш вкус, на ваше усмотрение. Можно сделать вообще без ягод и без фруктов просто шоколадные коржи, крем-чиз и глазурь, шоколадная глазурь. Все подготовлено, приступаем к сборке торта. Я подготовила подложку, переложила ее на блюдо и выкладываю первый корж. Торт я буду собирать в разъемном кольце, которое я установила на 20 сантиметров. Обильно промазываю первый корж кремом-чиз. Сверху выкладываю предварительно размороженную и нарезанную клубнику. Добавляю сверху несколько ложек крема и еще раз все хорошо промазываю. Разравниваю крем по всей поверхности и продолжаю. Выкладываю второй корж, крем, промазываю, выкладываю ягоды, еще раз немного промазываю кремом и выкладываю сверху третий и последний корж. Убираю торт в холодильник, чтобы он пропитался и пока приготовлю шоколадную глазурь. Для этого мне понадобится 200 грамм черного шоколада, шоколад берите хорошего качества и 250 миллилитров сливок. Шоколад я порубила ножиком и отправляю его в отдельную емкость. Сливки минимум 30 процентной жирности довожу до закипания. Закипевшие сливки выливаю сверху на порубленный шоколад и все хорошо тщательно перемешиваю силиконовой лопаткой в центре. Перемешиваем до однородности всех ингредиентов. Если после перемешивания остались кое-какие крупинки шоколада, то закройте емкость крышкой, подождите несколько минут, вновь откройте и хорошо перемешайте. Глазурь должна получиться гладкой, весь шоколад полностью должен растопиться. Для украшения торта я подготовила малину, несколько ягодок, замороженные клубники и смородину. Достаю торт из холодильника, убираю кондитерское кольцо, немного подравниваю его по краям и поливаю сверху шоколадной глазурью. Для удобства я советую предварительно переложить торт на решетку подложив под нее тарелку, чтобы глазурь стекала в тарелку. Затем вы сможете этой глазурью также украсить тортик, если переложите ее, например, в кондитерский мешок и сделаете какие-нибудь красивые цветочки. Я буду украшать торт ягодами, но его можно украсить совсем по-другому. Как я уже сказала, оставшейся шоколадной глазурью, либо шоколадными конфетами, либо вообще не украшать тортик, и так уже смотрится очень красиво. Все делайте на свой вкус. Перекладываю с решетки торт на блюдо. Блюдо немного протираю салфетками и украшаю торт малиной, клубникой и красной смородиной. Получилось, по-моему, очень даже симпатично. Шоколадные коржи в сочетании с кремом чиз, ягодной прослойкой шоколадной глазурью это воплощение вкуса. Я готовила этот торт на день рождения своей дочери на ее 27-летие. Торт ей очень понравился, она у нас любительница шоколадных тортов. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и вы приготовите для своих близких и родных такой же торт на день рождения. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и пожелания. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам дней рождений и до новых встреч с новыми рецептами! С вами была Виктория!